В текущем году в розыске по Акмолинской области находились свыше 80 уголовных преступников. Такую цифру во время совещания на площадке региональной палаты предпринимателей сообщил начальник управления криминальной полиции. На заседании обсудили возможность установки камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в супермаркетах и магазинах области. По всему Казахстану в розыске находятся более 2200 преступников. Они представляют угрозу для общества, но у всех них есть потребности ходить по магазинам, приобретать лекарства, продукты и одежду. Поэтому предлагается подключить камеры видеонаблюдения объектов торговли к программе по считыванию биометрии и идентификации лиц. Это может помочь сотрудникам правопорядка бороться со злоумышленниками. Во-первых, это позволяет сократить время поиска и увеличит вероятность задержания преступника. Во-вторых, это уменьшает нагрузку на сотрудников правоохранительных органов, так как система автоматически проводит анализ видеоматериалов. За три месяца проводимой работы по внедрению данных камер с функцией распознавания лиц уже задержано порядка 40 преступников, в том числе которые разыскивались более 10 лет. На заседании отраслевого совета перед окмолинскими бизнесменами удалённо выступили разработчики программного обеспечения. Они подробнее рассказали об интеграции платформ с базами данных преступников, также о возможностях искусственного интеллекта, например, о зарегистрированной небезопасной ситуации программа может автоматизированно проинформировать полицию или охрану. В первую очередь, во главе идеи сотрудничества бизнесменов и правоохранителей – общественная безопасность. В рамках взаимодействия с прокуратурой Акмолинской области, департаментом полиции, мы знаем сегодня актуальные вопросы в рамках таких борьбы с правонарушителями, преступниками, которые находятся в долгосрочном розыске. И бизнес-сообщество готово отрадно реагировать, оказывать содействие правоохранительному блоку. В частности, используя искусственный интеллект и цифровые технологии, это можно сделать оперативно. Бизнес-сообществом были подняты актуальные вопросы безопасности и хранения собранных данных, на которые получили исчерпывающие ответы. Как отметили собравшиеся, достижения законности и порядка – общая цель не только специальных органов, но и всех жителей, включая представителей бизнеса.